Пусть и название конкурса сочинений «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для города» связано с волшебством, Кира Бряузова из 124-й школы решила в своей работе отметить те пожелания, которые могут быть реализованы. Такой практический подход жюри конкурса оценила и отметил ее сочинение среди победителей. Я считала, что уже человек взрослый, мудрый. Хотелось бы то, что я могу уже сама реализовать. Дать идеи, дать наброски. Конечно, мечтать мы можем каждый, мы можем это говорить, писать. Но хочется, чтобы именно то, что действительно можем реализовать. Победителями конкурса сочинений стали 20 школьников. Их поздравили и наградили памятными призами в Самарской городской думе. Общаясь с ребятами, председатель думы Алексей Дегтев отметил, что есть идеи, которые могут быть реализованы и которые будут обсуждаться на заседаниях законодательного органа. Таких примеров предостаточно, которые имеют право на жизнь. Где-то даже может перейти не просто в план действия, а в такую стратегическую программу. А самое главное, она исходит от ребят, которые живут в городе. А самое главное, которым будет возможность в том числе и заниматься этой реализацией. В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок. Почти 4,5 тысячи сочинений от учащихся 9-11 классов из 138 образовательных учреждений города. Конкурс стал традиционным, поэтому у многих ребят будет целый год, чтобы обдумать свое следующее сочинение и предложить то, что действительно поможет сделать жизнь в Самаре комфортнее. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.